Всем привет, выжившие, с вами Урдусан. Итак, на сайте игросурвариум появилось новогоднее обращение к игрокам. Посмотрим же, что хотят нам сказать разработчики в этом новогоднем обращении. Так, конец декабря традиционное время, когда мы подводим итоги уходящего года и строим планы на будущее. За прошедший год мы уделили много внимания шлифовке технической части игры, развитию пвп, составляющую сурвариум. Вот здесь они перечисляют, что было действительно стоящего сделано. Был внедрен новый графический рендер для слабых ПК, пикель корректной регистрации урона, биспинговая сетевая синхронизация. Проделана большая работа над повышением производительности и стабильности игры. Ключевым шагом к борьбе за честную игру стало внедрение античета Battle.year. Среди важных геймплейных нововведений стоит отметить оружейные модули, режим охоты за артефактом, тактические спецсредства, озвученные быстрые команды, новый пользовательский интерфейс, изменения в системе лик игроков, ежедневные задания и награды за вход в игру. Также новое оружие, среди которого особняком стоят пистолеты, которым мы уделили внимание в недавних обновлениях. Так, ну согласен, в принципе, да, оружейные модули. Это хорошо, режим захода за артефактом тоже. Интересный такой режим внес какую-то новизну какую-то в игру, потому что всем эти уже в свое время и таскание этих ящиков поднадоело. Многие плакали там на форуме, что вот какой-то режим грузчика, короче. Не суварим, а какой-то режим грузчика. То есть этот режим внес какую-то новизну, да. Тактические спецсредства, ну да. Не все, конечно, ими пользуются, но как бы вот. Некоторые прижились, смотрю, но очень многие стали пользоваться сканерами и так далее. Озвученные быстрые команды, ну тоже не все пользуются. Бывает, что даже вот игра проходит и никто ни разу не воспользуется быстрыми командами. Ну, хорошо, что они есть, по крайней мере. Иногда можно воспользоваться. Новый пользовательский интерфейс. Здесь, конечно, вот спорно. Этот интерфейс. Как вы знаете, они вернули старый магазин, старый интерфейс магазина. Который был более понятен игрокам. Скажем так, он был проще. И никак новый, который был весь запутанный. Непонятно, что к чему и почему. Пока разберешься, блин. Черт ногу сломит. Но менюшка все-таки... Менюшка в лобби, в самой лобби вот эта вот. Все равно она какая-то неудобная. По мне так, неудобная. Старая была намного удобнее и привычнее. Так, вот изменения системы лиг игроков. Ну, что мне понравилось изменение системы лиг, это то, что нельзя играть отрядами в лигах. То есть, уже, скажем так, более честные стали лиги. Потому что все знают, что люди играли с щитами. Например, играет отряд из двух-трех человек, один с щитом. Он их просто водит. Естественно, он не палится. Трудно его, как говорится, запалить, что он с щитами. Он просто не палится. И просто корректирует по связи своих игроков в отряде и все. Естественно, этот отряд тащит. И достигают они хороших результатов лигов. И нагибают, как говорят, все игроки. Все игроки и остальные плачут. Ежедневные задания иногда за входы в игру. Да, вот это сейчас ввели. Вот 0-45. Хорошее нововведение. Как бы стимулирует каждый день игроков. Тех, кто, конечно, активно играет, заходить в игру. Тех, кто активно не играет. Или вообще забросил. Конечно, это им не поможет. Это бесполезно, мне кажется. Если человек уже забил на эту игру, то это не поможет. Так, новое оружие. Ну, новое оружие постоянно какое-то водит. Да, вот пистолетики ввели. Честно говоря, я от них толку особо не вижу. Ну, есть любители с ними поиграть. Далее. Важным шагом для дальнейшего развития проекта стало доволение в игру компьютерных персонажей, ботов. Все эти изменения дают нам возможность строить амбициозные планы по дальнейшему развитию с Вариумом. Ну да, ботов ввели. По крайней мере, ожидания стало меньше. Реально. Реальнее стало побыстрее заходить в игру. Сейчас с утра вот уже зашел в одну. Один бой провел. Что-ка где-то примерно с недельку не заходил в игру. Все некогда было. Да, как бы подождал сколько я. Две с половиной минуты примерно, наверное, ждал. Зашел до половины было ботов, но ничего. Кроме того, зато зашел в игру. Не сидел, не ждал. А время утреннее, как бы. Большинство на работе. И так далее. Ну, по крайней мере, зашел. Так, далее. Закончив работу над обновлением 05, они хотят приступить к формированию планов и приоритетов на следующий год. Жаркие дискуссии продолжаются, однако наиболее приоритетные задачи на следующий год уже определены. Вот этот список. Посмотрим, какие приоритетные задачи на следующий год. Ребаланс оружия и группировки. Хотят привести оружие к экипировке к более простой структуре и сделать ее более понятной для игроков. К примеру, реализовать предсказуемый разброс огня, более выраженные классы брони, сделать более заметным влияние веса экипировки на скорость движения и т.п. Ну, по-моему, они это давно уже собираются делать и делали несколько раз, потому что, как бы, я замечаю, например, чем экипировка тяжелее, тем труднее бегать. Это понятно. Так, добавок, хотят, планируют, по крайней мере, сократить общее количество уровней экипировки в игре. Опять, то есть, сократить. Помните, раньше было 15, теперь 10. То есть, еще что ли будет меньше? Что не только обеспечит больше вариаций в рамках каждого отдельного уровня, но и позволит ускорить время подбора. Но, опять же, это все из-за того, что очень маленький онлайн, то есть. 50-10 уровней, может быть, сделают 8, я не знаю. То есть, будет подбор уже не, например, как не 9-10, а сразу, может быть, 8-10. То есть, скорее всего, по одному уровню добавят подбор сразу, то есть, с первой минуты, с первой секунды даже. Далее, изменение системы аномалии артефактов. Многие игроки давно просят нас вернуть старые аномалии в игру, и мы решили пойти навстречу Далилуя. Неужели они услышали плач и вопли игроков? Мы хотим найти разумный баланс между использованием статичных и динамичных аномалий, при этом более корректно вписанных в игру с точки зрения противоборствующих команд. Наряду с изменениями в аномалиях, мы также планируем перенасмотреть характеристики и возможности артефактов, чтобы они больше влияли на игру. С этими артефактами действительно такая история, что они тоже постоянно их туда-сюда как бы всякие добавляют, убирают им влияние на игру. То он больше влияет, то он меньше, то он на то влияет, то на это не влияет. Так, ну конечно, про аномалии про старые здорово, да, что они вернут какие-то. Вот я, очень мне нравились аномалии на это, на аномалиевом кургане, там вообще супер был, в школе также в подвале, помните, наверное, кто раньше играл. Далее, кооп. Мы не забыли и понимаем, насколько важным и является развитие других возможностей для игроков, помимо традиционных PvP режимов. Первым шагом, используя компьютерных противников, мы хотим дать вам возможность попробовать себя в совместном кооп-прохождении миссии на специально подготовленных картах. Далее, мы планируем совершенствовать возможности компьютерных противников и добавлять новый тип персонажей, включая животных и мутантов, что позволит нам улучшить PvE составляющую в будущем. Ну то есть, первым шагом к PvE, видимо, они хотят попробовать, да, карты какие-то сделать. Специальные. То есть, в принципе, те же самые будут локации, просто, возможно, они будут, ну, может быть, две локации объединят, может, просто одну удлинят. Далее, просто откроют проходы. И будут какие-то миссии, например, обороны, например, какого-то там участка. Пока, честно говоря, не знаю, что будет там, что они хотят придумать. Либо найти какой-то особый артефакт, там где-то в дальнем углу, и по пути, например, будут мутанты нападать там и это, и боты, естественно. Далее, система навыков и талантов. Планируем перемотаривать текущую систему навыков персонажа, если делать, с одной стороны, более весомые эффекты талантов, с другой, более заметные различия группировок. Поэтому планируем внедрить как универсальные навыки для всех персонажей, так и индивидуальные, доступные только у конкретных группировок. Но то они хотят более конкретнее по группировкам разбить, потому что все-таки группировки разные, у них упор на разные. Так, далее. Расширена система оружейных модулей. Система модификации оружия с помощью модулей пришлась игрокам по вкусу, и мы хотим расширить возможности в этой области. Это касается как увеличения общего количества доступных модулей для оружия, так и изменения системы бонусов от модулей. Опять, что хотят с модификаторами делать. Общее количество увеличится, в общем, будет не 3, а, возможно, 4 или 5, и какое-то изменение системы бонусов будет, опять же. Ну, естественно, новое оружие, экипировка, новые карты. Конечно, без подобных вещей не обойдемся, и будем внедрять их по мере возможности. Это были ключевые изменения с Сурвариумом, которые планируют вести в следующем году подробнее о каждом, мы расскажем по мере их реализации. И вот, от лица команды Восток Геймс искренне благодарят нас всех за поддержку Сурвариум. Желаем в новом году здоровья, вдохновения, чистого неба над головой, и, конечно же, удачи в бою. С Новым годом и Рождеством. Ну, спасибо разработчикам за такое вот предновогоднее... Сегодня уже можно сказать новогоднее поздравление. Такой скриншотик они сделали, интересный. Да, кстати, продолжаются там новогодние акции в игре. Вот ежедневные задачи, которые ввели в патче 0.45. То есть, получаете награду за каждую задачу, выполняете все три, выполните все три и получите главный приз. То есть, каждый день заходишь, если в игру, тебе дают ежедневные задачи, выполняешь, получаешь призы. Вот, лучок потом открывается. Так, также Новый год 2017, пройдется он 9 дней. Выполняй миссии и получай символы зимы, обменивая их на уникальное зимнее оружие, получай больше символов с премиум аккаунтом. То есть, можно получить звездочки, елочки, либо снежинки. Звездочки, если все собрать, получишь FM, мини-ми, 10 уровня новогодний. Елочки, если получишь М4А1 новогодний, 8 уровня. И снежинки, соответственно, валометр, КА-62 новогодний, 5 уровня. Акция продлится 9 дней. То есть, заходите, играйте, выполняйте миссии. Так, ну вот, в ангаре елочку поставили. Так, можно покрутить. В этом году она какая-то более такая интересная. Снизу какой-то дымок даже идет из подвала. Дым или пар. Скорее всего, пар, конечно, из подвала. Дым там не может идти. Там, видимо, трубу прорвало и это самое, парит немножко горячая вода. Такой вариант. Ну что же, друзья, от себя лично хочу вас поздравить всем с наступающим Новым Годом. Счастья, удачи, любви, здоровья, главное. Успехов, естественно, во всех ваших начинаниях. Побед в Сурвариум и в других, конечно, играх. Не одним, как говорится, Сурвариумом. Жив игроман. В общем, с вами, как обычно, был Мудрусан. Не забываем про лайк, про комментарий, про кнопочку поделиться этим видео. Своими друзьями, в своих социальных сетях. Всем удачи и всем пока. С Новым Годом, друзья. С Новым Годом.